Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МОДР по городу Новосибирску пресекли деятельность группы лиц, организовавшие незаконную миграцию жителей стран Средней Азии в Российскую Федерацию и их незаконное пребывание на территории страны. В группу входило трое ранее несудимых граждан, две жительницы Ленинского района Новосибирска в возрасте 39 и 49 лет и 25-летний житель одной из среднеазиатских республик, временно проживающей в Новосибирске. Установлено, что фигуранты для осуществления противоправной деятельности, создав коммерческую организацию, осуществляли поиск потенциальных клиентов в странах ближнего зарубежья, после чего оформляли им регистрацию по поддельным документам через региональные многофункциональные центры. Некоторые из фиктивно зарегистрированных лиц проживали в общежитии, расположенном на территории Ленинского района Новосибирска. Сотрудники полиции при силовой поддержке отрядов СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области провели обыски в жилищах фигурантов, также в офисе подконтрольной организации. Обнаружены изъяты тетради, в которых перечислены фамилии обратившихся за помощь иностранных граждан, более 90 паспортов, печати организации, а также персональные компьютеры, на которых и была изготовлена фиктивная документация. В ходе обыска расположенных в Ленинском районе общежития, помещений общественного питания, нескольких складов, была обнаружена комната отдыха, из которой оперативники изъяли два игровых автомата, а также шесть системных блоков. 56 проживающих в данном общежитии иностранных граждан были доставлены в дежурную часть отдела полиции номер 7 Ленинский управления МВД России по городу Новосибирску для установления личности, пятеро из которых впоследствии были помещены в спецприемник для решения вопроса о депортации с территории Российской Федерации. Следователям отдела полиции номер 7 Ленинский у МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, совершенной организованной группой. Подозреваемые дали признательные показания. 25-летний уроженец Средней Азии заключен под стражу. В отношении остальных фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела, а также установление иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Продолжение следует... Продолжение следует...